Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Это 13 выпуск гениальных шашечных комбинаций. Чёртова дюжина. Рассмотрим партию Миротин-Фёдоров 1966 года. СД4, ДЦ5, БЦ3, СД6, СБ4. И вот здесь чёрные неаккуратно разменялись. ФЕ5. Этот размен уже ставит чёрных на грань поражения. Защищаться придётся всю партию. Ну, плохо бить в обе стороны. Если бить на G5, тогда белые просто нападают. И после хода БЦ7 они меняются ЕФ4. Со стратегически выигранной позицией. То есть у чёрных центр, но центр очень слабый. В партии же чёрные побили в центр. Тогда белые снова нападают и чёрным надо закрываться. Вернее, меняться закрываться нельзя. Так как после хода ЕФ4 позиция чёрных снова будет стратегически проигранная. Надо играть АЖ7. Так и было в партии. И вот здесь белые сыграли ЖХ4. Чёрные сыграли БА5. Но у них был интересный план защиты, указанный мастером Борисом Герцензоном. ЕФ4. И видите, у белых три нападения, у чёрных лишь две защиты. Но чёрные всё-таки спасаются. Например, ФЕ3 закрылись, разменялись. ЖФ2, ФЖ7 напали, разменялись. И на последнюю атаку белых ЕФ2 чёрные отвечают СД4. И белые выиграть не могут. Но в партии чёрные сыграли вместо ЕФ4, БА5. И далее было АЖ3, АБ6, ЕФ4. Белые связывают центр чёрных. И чёрным надо вываливаться в центр. Иначе у них будет совсем плохо. Белые играют СБ2, хотят подвязать центр. И на ход БЦ5 сыграли ДЕ3. Чёрные играют БА7. И здесь белые неожиданно разменялись назад. БЦ3. Интересный план. АБ6. И белые сделали не менее интересный ход СД2. И вот после этого хода чёрные допустили свою решающую ошибку. АБ4. И возникла комбинационная идея заслуженного тренера Украинской ССР Юрия Шмидта. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Белые играют ХГ5. Ну какая идея? Идея простая. Сыграть ЖФ6, ЖХ4. И затем попасть в дамки. Поэтому чёрным приходится играть ЖФ6. Лучшее не видно. Тогда белые играют ЖХ4. И затем играют ЕД4. Ощеломляющий ход. И у чёрных есть два варианта ответа. Если они бьют на Ф4. Тогда играем ДЕ3. И бьём 5 шашек соперника. И это позиция выигранная. Ну сюда бить бесполезно. Белые выиграют. Поэтому чёрным приходится бить, ну допустим, дамки. Тогда бьём на поле С5. Ну и после того, как чёрные бьют шашку Ж7, меняемся ЖФ2. И белые легко выигрывают. Так, если в этой позиции чёрные бьют на поле С1, тогда играем ЖХ2. Чёрные бьют и ФЕ3. И бьём уже 5 шашек соперника. Ну и возникает такая тоже своеобразная лестница. Видите, белые поднимаются как бы по лестнице. И так же побеждают. Вот это партия Миротин-Фёдоров. Следующая комбинационная идея принадлежит шашисту Бугаёву. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти комбинацию за белых. Очень красивая штучка. ДЦ5. Грозим выиграть шашку. Поэтому чёрным приходится уходить на бортик. Тогда играем СБ4. Неожиданный ход. Ну и вот здесь уже начинает вырисовываться комбинационная идея белых. ЕД4. АЖ7. СБ2. ДЕ5. И проводим удар. Ну тут не круг почёта. Но тоже очень красиво. Чёрные бьют дамкой. И мы получается бьём, смотрите, 4 шашки и 2 дамки соперника. Бьём сюда, 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 сюда и сюда. И вот тут только остаётся сожалеть, что выигрыша у белых нет. Например, АЖ5. Играем дамкой на Е5. Хотим перевести шашку Ж1 на Е3 и выиграть уже здесь. Но, к сожалению, это не получается. АБ6, ЖФ2. БЦ5, ФЕ3. Вот мы уже в шаге буквально от победы. Но чёрные здесь жертвуют шашку. И играют АЖ7. Именно так. Всё остальное проигрывает. Мы тогда нападаем по большой дороге. Чёрные отходят. И видите, они успели перевести на свой левый фланг 2 шашки. Поэтому белые выиграть не могут. Ну, например, играем на Е3, Ш4. Играем на Е5. Чёрные играют АЖ5. И здесь уже ничья очевидна. То есть одна из шашек чёрных успевает прорваться в дамки. В следующей позиции в конце возникнет похожее окончание. Но здесь уже будет везде выигрыш. Смотрите. СБ4, АЖ5, ЖХ4, ДЕ5. БА5, ЖХ6, БЦ3, ФЖ7. Очень рискованное продолжение за чёрных. Но, тем не менее, так и надо играют. Ну и тут есть два плана игры хороших у белок. СД4 и ЕД4. Например, в партии Скрабов-Соколовский 1991 года гроссмейстер Владимир Скрабов сыграл ЕД4. Чёрная игра от ЖФ4 и белая игра от ФЖ3. Далее в партии было АЖ5. И вот здесь белые ошиблись. АБ2. Этот ход уже проигрывает партию. Правильно в этой позиции было играть ЕФ2. И можно было поставить красивую ловушку чёрным. Ну, ЕД6 играть бесполезно, потому что будет удар до Е3. СД6 проигрывает красиво. То есть, видите, у чёрных ослабленные дамочные поля. Поэтому мы проводим комбинацию. Попробуйте найти комбинацию, поставив видео на паузу. Играем СБ4. И в какую бы сторону чёрные не побили, они проигрывают. Ну, если бьют на Е1, тогда бьём на А5. И легко выигрываем. Если чёрные бьют на А5, тогда бьём на С7. Ну, и в какую бы сторону чёрные не побили, без разницы тут. Играем АБ4. Ну, и также легко побеждаем. То есть, в этой позиции, после хода ЕФ2, чёрным пришлось бы играть БЦ5. И возникает примерно равная позиция. Но белые сыграли АБ2. Вот здесь у чёрных был выигрыш. Они сыграли СД6. А правильно было играть именно ЕД6. В чём идея? На ЕФ2 нападаем, ДЦ5. И белым надо закрываться, ФЕ3. Тогда играем ЖА6. И на ход ЖФ2 меняемся, СД6. Белые ещё сопротивляются. Играют СБ4. Ну, тогда аккуратно бьём к дамке. После того, как белые бьют три шашки, аккуратно заходим в люпки. И выигрываем. Такой далеко не очевидный выигрыш был у чёрных. Но, тем не менее, можно было найти. Чёрные же в этой позиции сыграли СД6. В принципе, так можно играть. Это ещё не проигрывает. Белые играют ЕФ2. И поставили чёрным очень красивую ловушку, в которую они угодили. Чёрные прикинули, что после хода ЖА6 белые могут пожертвовать шашку. ДЦ5. Допустим, побили. И белые меняются вперёд. Тут, несмотря на лишнюю шашку, у чёрных нет выигрыша, так как у них, видите, связан их левый фланг. И здесь игра может протекать весьма своеобразно и красиво. Например, АБ6, СБ4. БЦ5, БА5. БЦ7, БЦ3. Ну, допустим, чёрные меняются. СБ4. АЖ7, обратите внимание, уже проигрывает. Из-за СБ4. И, несмотря на лишнюю шашку, побеждают здесь только белые. Поэтому даже чёрным здесь надо играть аккуратно. Меняются они, допустим, СБ4 и играем ЕД4. Ну, допустим, чёрные делают ход АЖ7. И белые жертвуют вторую шашку. ДЕ3. У чёрных есть два варианта ответа. Если они бьют Ф на Д2, тогда бьём сюда. И возникает удивительная позиция. У чёрных три лишние шашки. Но выигрышем и не пахнет. Прикольная позиция. То есть, на ход СД6 белые просто отходят. Ну, и после вынужденного размена белые бьют в дамки. То есть, обе стороны проводят по две дамки. И это ничья, друзья. Удивительно. С тремя лишними шашками чёрные не могут победить. Если же чёрные в этой позиции бьют Б на Д4, тогда просто отходим ДЦ5. Ну, и в ответ на постановку дамки, допустим, тогда играем СБ6. Бой. И бьём именно в дамки. Ну, и тоже удивительная позиция. У чёрных, видите, какая слабость. У них заперта дамка. Кроме того, фланг очень неудачно. Шашки расположены. Видите, они все под ударом находятся. Ну, например, ЖФ4. Ну, и обе стороны проводят опять же по две дамки. И партия, скорее всего, завершится ничьей. Чёрные, похоже, прикинули эти варианты. И подумали, что ЖС6 играть бесполезно в этой позиции. Поэтому они сыграли ДЦ5. А вот здесь уже белые очень красиво и неожиданно выигрывают. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Играем ДЕ3. И затем играем БЦ3. У чёрных есть два варианта ответа. Если они бьют, допустим, сюда, тогда бьём сюда, бой, сюда, бой, и нападаем. ЖФ4. То есть, грозим пройти в дамки. У чёрных единственный ответ. БЦ3. Ну, то есть, ЖС6, видите, играть нельзя, потому что последует круговой удар. ЭКЕ5. Раз, два, три, четыре, пять. И белые выиграют. Поэтому приходится играть СБ2. Какое-то сопротивление ещё. Тогда просто бьём назад. Ну, и на вынужденный ход ЖС6 проводим вот такой удар. ФЕ5. Попадаем в дамки. Чёрные вроде бы тоже проходят дамки, но здесь мы уже дамочку ловим. И выигрываем эту позицию. То есть, в предыдущей комбинации шашиста Бугаёва у нас была только одна шашка. Здесь у нас уже две шашки. И белые постепенно выигрывают. Это положение выигранное. Так. Если после БЦ3 чёрные, допустим, бьют на поле Д2, а не на поле Е3, тогда бьём на Е3. Ну, и здесь проходит похожая комбинация. Играем ЖФ4. То есть, снова, видите, закрываться бесполезно из-за хода ФЕ5. И белые выигрывают. Поэтому приходится играть СБ2. Ещё какое-то сопротивление. Но белые всё равно бьют назад. Здесь уже чёрные вынуждены играть Ж6. И белые играют ФЕ5. И очень красиво побеждают. Как было в партии Скрабов-Соколовских 1991 года. Ну, и последняя комбинация на сегодня из партии Островский Риунец 1989 года. Был разыгран дебют игра Бадянского АБ4-БА5 БА3-АБ6. И белые играют ЕД4. Очень популярное продолжение до сих пор. Чёрные играют ДЦ5. И белые бьют на Д4. Можно бить и на Ф4. Чёрные играют СД6. И вот здесь лучше играть СБ2. Но белые играют ДЕ3. Так тоже, в принципе, можно играть. Чёрные играют ФЖ5. И вот здесь уже правильно играть Ж4-4. С примерно равной игрой. А вот ход Ж4-4 уже вызывает подозрение. То есть, видите, белые занимают центр. Но центр будет в теории слабоватый. Потому что у белых отсутствует шашка Д2-Ф2. Поэтому у чёрных тут предпочтение следует отдать чёрным. Ж4-4 далее в партии было. Е2-Б7-ЦБ2. Белые укрепляются и хотят как-то встать, укрепиться в центре, подавить чёрных. Но чёрные делают блестящий ход ДЦ7. Здесь у белых ещё была защита. Надо было играть АСЖ3. И на ход ЖФ6 сыграть АБ4. Но белые сыграли сразу же АБ4. Вот после этого хода возникает комбинационная идея гроссмейстера Зиновия Цирика, шестикратного чемпиона СССР. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за чёрных. БЦ5. Чёрные пропускают белых дамки. Затем играют АСЖ3. ДЕ5. И подготовились для поимки дамки белых. Играют АСЖ5. И после поимки дамки наносят свой финальный удар. И красиво выигрывают. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте ставить нравлик и подписывайтесь на канал. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.